приветствую на канале папашвей в этом видео я вам покажу как избавиться от пропуска стежка в самых ответственных местах чтобы потом не приходилось вам распарывать полностью строчку и выполнять ее заново давайте посмотрим к примеру подшивая джинсы вы делаете строчку на двух или на трех слоях джинсы и она себе спокойно идет проблем здесь конечно же не будет но когда мы заходим с двух слоев джинсовой ткани на 6 слоев джинсовой ткани а именно этого ждет на переходе когда мы подшиваем джинсы и когда лапка будет спрыгивать с такого количества слоев вероятность того что она сделает пропуск достаточно высока что в этом случае нужно сделать необходимо взять вот эту ткань приподнять над уровнем вот этих вот 6 наших слоев ткани дать немножечко натяжку после чего запускаем и придерживаем ткань вот таким вот образом в таком случае пропуска у вас не будет как вы можете убедиться машина не сделала ни единого пропуска на вот таком вот утолщение когда у нас переход вот такой острый 6 на 2 слоя и ткань не поставишь вровень с лапкой здесь я рекомендую просто при шитье придавить кончик лапки и она спустится все удачно и не даст пропуска пробуем все машина пропуск не сделала перевернем но здесь не так хорошо видно здесь видно лучше вторая вероятность пропуска стежка это когда к примеру мы выполняем по периметру какой-то ткани от строчку по краю и угловой шов у нас получается таким образом что стежок идет по косой знакома ли вам такая ситуация когда вы шьете по краю делаете от строчку потом машина делает прокол вот таким вот образом вы поворачиваете ткань чтобы перейти на другую сторону после чего начинаете шить и машина делает вот этот угловой пропуск это конечно большая неудача потом приходится все распарывать и заново перешивать это не так часто происходит ну давайте я покажу почему это может произойти вот к примеру вы прошили опускаете иглу до конца и в этот момент решаете что нужно повернуть ткань чтобы продолжить от строчку в другую сторону углом в этот момент когда у нас игла полностью внизу носик челнока только подходит к игле чтобы забрать вот эту петельку которую иголочка образует так вот чтобы у нас не произошло проблемы необходимо приподнять иголочку вот как вы можете видеть носик челнока захватывает нашу петлю доводим иглу до лыски вот так вот приблизительно после чего поднимаем и разворачиваем нашу ткань в таком случае пропуска не будет все идеально уголок получился чтобы окончательно понять почему так происходит предлагаю разобраться как все-таки стежок этот образуется вот старт стежка игла опустилась когда игла полностью у нас опущена челночок еще и не захватил только игла пошла вверх начинает образовываться внутри петелька которую подхватывает челнок подхватил петельку и обводит вокруг вот сетки челнока и шпульного колпачка вот ниточка которая побежала у нас несмотря на то что игла уже у нас поднята я вот махом кручу и она практически не шевелится это еще у нас не завершение стежка только когда у нас нити притягиватель вытянет нашу иглу ой нашу нить извиняюсь наверх вот таким вот образом вот потянул и находится вверху теперь у нас образовался стежок почему важно опуская иглу приподнять ее до лыски потому что уже между собой нити переплелись нижняя верхняя когда вы повернули продолжаете шить нити притягиватель и и дотянет и у вас стежок все-таки образуется и пропуска не будет если вам нравится контент который я делаю не поскупитесь на лайк если еще не подписаны обязательно нажмите на подписочку колокольчик чтобы получать видео самыми первыми и чтобы youtube об этом вас уведомлял также хочу вам порекомендовать перейти на мой инстаграм подписаться на инстаграм там тоже есть полезная информация ваша лучшая благодарность это еще и комментарии возможно это приподнимет это видео в топ и как можно больше людей будет получать полезный контент по шитью ну конечно если вам он нужен поддержите канал лайк подписка всем до новых встреч и до новых видео пока